Знакомство с главами из повести Льва Николаевича Толстого «Детство». Повесть «Детство», первую часть знаменитой трилогии, писатель Лев Николаевич Толстой создает, когда ему исполняется всего 23 года. Это произведение, принесшее начинающему автору известность, и по сей день входит в золотой фонд мировой классики. В повести Лев Толстой обратился к простым и вечным понятиям, с которыми сталкивается человек в первые два десятилетия своей жизни. В книгах «Детство», «Отрочество», «Юность» перед читателем проходят события, картины, лица, явления природы, флора и фауна, предметы быта, одежда, многоязычная речь, русская, немецкая, французская, жесты, чувства, мысли разных людей – все это пропущено через восприятие главного героя Николеньки Иртеньева. Во время публикации повести в журнале «Современник» Николай Некрасов позволил себе изменить название «Детство» на «Историю моего детства» в русле модного тогда увлечения автобиографическим жанром. Толстой был раздосадован этим исправлением и с укором писал Некрасову, что повесть задумывалась как нечто более глубокое, чем просто история чьего-то детства. Замысел состоял в том, чтобы передать ощущение той нежной поры, которая происходит в жизни каждого человека и которую люди не в состоянии забыть. Толстому удалось это воссоздать. Но нельзя забывать, что многие события, происходящие в повести, взяты из личной жизни Толстого, поэтому исследователи называют трилогию «Детство, отрочество, юность» автобиографической. Николенька не просто герой трилогии. Его глазами смотрит на мир писатель Лев Николаевич Толстой, для которого воспоминания детства сохранятся на всю жизнь. В первой главе мы знакомимся с Карлом Ивановичем, учителем и гувернером семьи Иртеньевых. Это немного чудаковатый немец, добродушный дядюшка очень преданной семье, в которой работает. Лишенный собственного семейного счастья, он всей душой привязан к детям. Он не похож на тех немецких учителей, которые живут во многих русских дворянских семьях ради жалования. Карл Иванович честно и с пристрастием обучает детей. Тем больнее для него предстоящая разлука, когда детям приходит пора покинуть родительский дом и отправиться учиться в Москву. Учитель одинок, стар, начинать работу в другом доме для него непосильно. Видя сильное расстройство Карла Ивановича после получения расчета, отец Николеньки принимает решение оставить его при детях. Во второй главе автор показывает нам отношение Николеньки к матери. Называет он ее на французский манер «маман» и очень трогательно любит. С мамой у Николеньки ассоциируются лучшие воспоминания детства. Мальчик не помнит ее лица. Для него сохранился только образ. Он навсегда запомнил ее карие глаза и нежную руку. В доме Иртеньевых царит нежная дружественная атмосфера, которую создает матушка, с теплотой обращаясь к каждому члену семьи и к дворовым слугам. Счастливая пора детства заканчивается для Николеньки со смертью матери. В главе «Горе» рассказывается о противоречивых переживаниях мальчика. Он очень опечален, потеряв мать, и понимает, что вместе с ней уходит счастливая пора детства. В минуты горя он замечает неискренность окружающих и даже свою. Притворное рыдание гувернантки Мими, детский страх сестры Любочки, эффектные позы отца, собственное желание показать, что огорчен больше других, вызывает у Николеньки досаду. В главе 3 и главе 7 дана характеристика отца Николеньки. Поначалу Николенька преклоняется перед ним. В отце ему видится загадочный и всеми уважаемый человек. Николенька любит и побаивается его. По мере взросления мальчик понимает, что отец вовсе не такой, каким стремится казаться. Внешне он довольно некрасив, имеет недостаток в произношении. Лысоват, орлиный нос никак не вяжется с маленькими глазками, при большом и статном росте ходит странными маленькими шажками. При этом отец Николеньки нравится всем без исключения. Секрет популярности в артистизме его натуры. На самом деле он игрок, проматывающий в карты состояние жены и обманывающий ее. Он живет только для себя, не думая о чувствах супруги и детей. Собственное удовольствие для него важнее всего. Автор от лица Николеньки сомневается, знаком ли отец вообще с понятием нравственности. Внутри это совершенно аморальный, нечистый на руку человек. Николеньке больно разочаровываться в отце. Есть в семье Иртеньевых еще один человек, который оставляет неизгладимый след в детской душе Николеньки. Это няня Наталья Савишна. Попав в семью маменьки, девкой Наташкой, она остается верной своей госпоже всю жизнь. Няня добрый и искренний человек, способный на самоотречение. Личная жизнь ее не удалась. Старый хозяин, дедушка Николеньки, по какой-то блаже не разрешил выйти замуж за полюбившегося ей человека. Побывав в скотницах и вернувшись к хозяевам, Наталья отрекается от своей жизни и живет жизнью и волей господ. Когда молодая госпожа становится барыней, она дает Наталье вольную, но та воспринимает этот поступок как изгнание и рвет бумагу. Проплакав в объятиях друг друга, служанка и госпожа больше не разлучаются. Наталья воспитывает детей хозяйки как родных внуков. Они бегают в ее комнатку после уроков, роются в таинственных сундуках, слушают истории. Дети воспринимают ее любовь как должное и не задумываются, счастлива ли сама Наталья Савишна. Облив скатерть с сиропами, получив наказание от Наташки, герой оскорблен. Он с негодованием рисует воображение картины мести старой служанке за вполне заслуженное наказание. Чувствуя настроение Николеньки, старушка сама извиняется перед ним, приносит в трясущихся руках угощение. И вот уже мальчик испытывает стыд и впервые задумывается о бескорыстной и нежной любви Натальи Савишны ко всем членам его семьи. Во время похорон маменьки, герой снова обращает внимание на старушку. Спрятавшись за дверцей буфета, та просит Бога соединить ее поскорее с той, которую она любила больше всего на свете. Николенька видит настоящее горе, и ему становится стыдно за всех остальных. Пережить смерть госпожи Наталья Савишна не смогла. Спустя год, наведя порядок и ревизию во всех сундуках, делах, дав распоряжение о своем небольшом имуществе, Наталья Савишна умерла. В произведении, кроме главных, есть и второстепенные персонажи, которые также важны для раскрытия характера главного героя Николеньки Иртеньева. В 12 главе мы знакомимся с Гришей. Это странник, один из тех, кого называют юродивыми. О нем ничего не известно, кроме того, что он в любое время года ходит босиком, странствует по монастырям, молится и дарит иконки понравившимся людям. Глубоко верующая мать Николеньки дает ему временный приют. Дети, узнав, что странный нищий носит вериги, тяжелые цепи для истязания тела, решают подсмотреть за ним. Они становятся свидетелями горячей молитвы безграмотного странника. Николенька испытывает умиление и восторг, видя такую самозабвенную любовь к Богу. В главе 19 перед нами предстает зарождающееся чувство дружбы Николеньки к Ивину Сережи. Этот мальчик – родственник и сверстник Иртеньевых. Его поступки и внешность поражают героя. Он хочет дружить с Сережей, быть на него похожим. Тот чувствует свою власть над Николенькой и пользуется этим. Однажды Николенька становится свидетелем и невольным участником издевательств над другим мальчиком Иленькой Грапом. Предводительствует Сережа. Они поднимают Иленьку с ног на голову и трясут, находя это забавным. Николенька смеется вместе со всеми. Лишь когда Иленька заплакал, герою стало стыдно за свою жестокость. Он осознает, что повел себя некрасиво, стремясь быть похожим на своего кумира, и чувство привязанности к Сереже проходит, оставляя неприятные воспоминания. В главе 9 мы видим, как Николенька впервые влюбляется. Его избранница Катенька, дочка гувернантки Мими, выросшая вместе со всеми детьми Иртеньевых. Николенька привык к ней с детства, но сейчас испытывает что-то большее, чем дружба. Мальчик никогда не сдерживает своих чувств, поэтому в порыве нежности целует Катеньку. Это замечает Володя, старший брат Николеньки, и презрительно прерывает проявление внимания со стороны брата. Катенька и ее мать бедны, Иртеньевы богаты, поэтому увлечение дочерью гувернантки недопустимо. Это знает Володя, но этого еще не понимает Николенька. От переполнявших его эмоций на глаза мальчика набегают слезы. Все герои и события, с которыми Николенька встречается в пору своего детства, помогают становлению его характера. Наблюдая, сравнивая, анализируя, главный герой взрослеет, превращаясь в доброго, отзывчивого и честного человека.